Привет! Сегодня с вами Катя из Zorka Mobi и Влад из команды RedTrack. RedTrack приехал в гости к Zorka Mobi, чтобы рассказать о Zorka Network. Zorka Network, благодаря отличной команде поддержки, интересным офферам и замечательным условиям работы, стала лучшей партнерской сетью в СНГ и сейчас начинает работать по всему миру. У ребят есть более 100 офферов по таким, например, как игры, приложения, покупки, образование, гемблинг, путешествия, развлечения и многое другое. А RedTrack — это трекер, с которым по-настоящему приятно работать. Ребята из команды RedTrack сделали очень крутой продукт с интересными фичами для CPI-офферов. Но, что самое главное, они по-настоящему заботятся о своих пользователях и делают все для того, чтобы им было удобно работать с их трекером. RedTrack очень любит рассказывать своим пользователям о разных партнерских сетях. Для Zorka нас есть много вопросов, но мы выбрали из них всего 4. Итак, вопрос первый, самый простой. Какие условия для партнеров при вступлении в сеть? Форма регистрации у нас на самом деле довольно простая, лаконичная и основывается на самых базовых вопросах. Поэтому основное требование, пожалуй, это наличие минимального понимания сферы и опыта. Но на что мы еще обращаем внимание, это на адекватность ребят и на умение вести диалог. Так как все-таки в нашей сфере, пожалуй, самое главное — это общение между людьми. И продолжая тему коммуникаций, наш второй и очень любимый вопрос. А какую поддержку вы оказываете своим партнерам? Как мы сами говорим, 24 на 7. Вообще, можем помочь и постбэк установить, и новый оффер протестировать, и для оптимизации статистику скинем для того, чтобы у ребят было понимание, в каком направлении двигаться. Если надо, то и психологами побудем, и жилетку подставим или плечо для того, чтобы поплакаться можно было. И в трудную минуту поддержим, и в хорошую счастливую минуту порадуемся за ребят. Ну а вообще, если честно, ребята для нас самое главное, поэтому все, что можем, для них делаем, для того, чтобы они были счастливы, и работать им с нами было приятно и удобно. Немножко не озорки. А какие источники трафика работают для мобильных офферов? А вообще работают те источники трафика, которые позволяют максимально точечно старгетироваться в ту аудиторию, которая нужна рекламодателям, и которая помогает достичь тех требований, которые выдвинуты согласно офферам. Но если говорить применительно к нашей сфере, к тем офферам, с которыми мы работаем, то, пожалуй, речь будет идти о таких источниках, как MyTarget, Facebook, InUp и AdWords. И четвертый вопрос, как обычно, самый интересный. Какие, с вашей точки зрения, тенденции на рынке CPI? Тенденции. Интересный вопрос. Знаете, каждый год говорят про CPI, про товарку, про остальные сферы, что вот все, загибается. Последний год идет на спад. Партнеры жалуются, бюджеты под конец года урезаются. Но, как показывает практика, откровенно говоря, бюджеты растут, новые продукты выходят на рынок, и сфера не только не загибается, она, более того, даже и развивается. А из тенденций последнего времени, про что можно отметить, для рекламодателей, для разработчиков, стало интересно уже не просто получать качественный трафик из хорошего источника, интересна своя технология. Подход должен быть технологичным, инновационным, поэтому в последнее время часто можно услышать такой термин, как «эдтех» в нашей сфере. То есть у вас есть какой-то свой продукт со своей технологией. Конечно, она должна быть уникальна, инновационна и интересна для рекламодателя, либо для разработчика продукта. И вот если вы такой технологией обладаете, то можно сказать, что сегодня вы на коне. Влад, ну у наших пользователей тоже, на самом деле, очень много вопросов по работе с трекером. И было бы странно упустить возможность получить ответ, собственно, из первых уст. Как же установить тот самый знаменитый постбек? Вопросы про постбеки – это, честно скажу, любимые вопросы нашей команды поддержки. В случае Zorka Network это очень просто, потому что Zorka, как наш партнер, у нее есть шаблон в RedTrack, и все постбеки можно добавить в один клик. Но все равно лучшее вместо того, чтобы рассказывать, это просто показать. Идем в нетворки. Добавляем Zorka Network. И шаблон уже на месте. Все, что осталось сделать, это сохранить. И теперь, когда вы делаете следующий оффер, здесь вы, конечно, ставите ссылку с нужным клик-ид, но главное, что сейчас мы выбираем Network Zorka и шаблон постбека на месте. Копируем. Идем, заходим в ваш аккаунт Zorka Network. Заходим в профиль. Листаем вниз. И глобальные постбеки. Делаем один раз. Нажимаем «Добавить постбек». Добавляем. Сохраняем. И все постбеки на месте. Влад, так а какие же интересные фичи есть у вас при работе с CPI-оферами? Для CPI у нас есть несколько интересных фич. Я начну, наверное, с самой главной. У нас есть фильтры по прокси и бот-трафику. И что самое интересное, наши фильтры будут совпадать с фильтрами Zorka Network. Потому что, насколько мне известно, мы используем одну и ту же базу. Digital Elements. Ребята дают лучшие данные в нашей отрасли. Благодаря этим фильтрам вы фактически можете отфильтровывать те офферы, которые будут признаны как пришедшие от прокси, от ботов и от хостинг-провайдеров, и не направлять их в зорку, чтобы получить хороший рейтинг всех других регистраций. Кроме этого, у нас есть фильтры по конверсиям, фильтры по уникальным пользователям и много других интересных фишек, которые мы, наверное, покажем в конце в полном обзоре нашего приложения. Ват, ну вот от партнеров иногда можно услышать такие вещи, а-ля долго ждали ответа от саппорта, не помогли с вопросом, либо еще какая-то проблема возникла. Но я знаю, что у вас таких проблем нет. Так вот расскажи, а как же вы помогаете своим пользователям? Какую поддержку вы им оказываете? Это мой второй любимый вопрос после постбека. В RedTrack у нас есть определенная философия. Мы знаем, что любую функцию можно скопировать. Но мы верим, что нельзя скопировать наше отношение к пользователям. Для нас они самое главное. Поэтому мы оказываем поддержку не только в скайпе, в имейлах, в телеграм-канале, но мы стараемся отвечать на все вопросы точно, быстро и полно. А кроме этого мы бесплатно помогаем нашим пользователям с отбордингом, проводим вебинары, делаем видео такие, как сейчас. И для тех, кто только-только начинает свой путь в партнерском маркетинге, это, конечно, не про ваших партнеров, мы запустили недавно новый проект, это Академия RedTrack. Ну и так, Влад, у нас все-таки не прямой эфир, мы записываем видеоматериал, то давай все-таки покажем нашим пользователям, как работает RedTrack. Да, давайте, показываем. Здравствуйте, добро пожаловать в RedTrack. Сегодня мы просмотрим, как добавить офферы Zorki Network в RedTrack и покажем ряд приемов оптимизации трекинга при работе с мобильными офферами. Поехали. Первое. Нам необходимо добавить офферы Zorki Network. Для этого нам необходимо добавить Zorki как партнерскую сеть. Заходим в раздел партнерской сети, добавляем новую и находим Zorki в шаблоне партнерских сетей. Как видите, вся информация заполнена по умолчанию. Все, что нам необходимо сделать, это нажать Save. Postback в учетной записи Zorki мы уже добавили. Теперь давайте возьмем и добавим офферы из доступных нам. Заходим в раздел офферы, добавляем новый и переходим в Zorki, чтобы посмотреть, какие офферы нам доступны. У нас есть один доступный оффер. Получаем на него ссылку. Обращая внимание, здесь мы поставим просто квадратные скобочки для того, чтобы потом посмотрели и правильно заполнили макрос для клика 1. Копируем ссылку. Переносим в учетную запись и убирая квадратные скобки, добавляем наш макрос для клика 1, что можно сделать еще и руками. Указываем название оффера. Payout в процентах, поэтому укажем пока что payout как по умолчанию. Мы будем получать выплаты с помощью Postback. Далее все, что нам осталось сделать, это нажать Save. И выбираем оффер из Zorki Network. Нажали Save. Наш оффер добавлен. Можем закрыть данный экран и создать рекламную кампанию. Для того, чтобы стать рекламной кампанией, мы переходим в раздел Кампании. У нас уже есть какие-то трафик-сорсы, то есть тот, куда вы будете получать клики. Заходим в Кампанию. Создаем новую. Пишем название. Выбираем Traffic Source. Выбираем тип. Стоимость кампании, которая зависит от того, как вы работаете. Например, ставим CPC и поставим стоимость по умолчанию. Указываем нужный нам оффер. И нажимаем Save. Все готово. У вас есть трекинговая ссылка, которую можно использовать для того, чтобы лить трафик на данный оффер и получать конверсии. Какие есть способы оптимизации кампании и какие есть приемы для улучшения качества вашей работы? Рассмотрим несколько из них. Это первое. Кэп по конверсиям. Второе. Кэп по уникальным кликам на оффер. Третье. Стрим с несколькими офферами. Четвертое. Это фильтры по ботам и прокси, что особенно важно для работы с мобильными офферами. И начнем мы с возможности отслеживать как конверсии, так и транзакции. RedTrack как система аналитики предлагает возможность по всем вашим компаниям отслеживать два независимых события. Конверсии и транзакции с учетом всех остальных показателей. Для того, чтобы настроить отдельный трекинг конверсии и транзакции, вам надо иметь две отдельные ссылки. Одну для конверсии, другую для транзакции. Поставить примеры ссылок можно в разделе Tools – Conversion Tracking. Вот ссылка для S-to-S Conversion Tracking, что актуально в случае с Zork и Mobi. Мы используем для домена по умолчанию. И для трекинга транзакций, то есть следующего действия, вы добавляете просто параметры nType равно Transaction к вашей трекинговой ссылке. Транзакшн трекинг работает как с ссылками сервер к серверу, так и с пикселями конверсии. Благодаря Transaction Tracking можно отдельно отслеживать, например, сайнапы в приложении и пополнение депозита, за который вы получаете выплаты. Следующее. Что еще можно сделать для улучшения качества трафика? Кэпы по конверсиям и кэпы по уникальным визитам. Переходим в офферы, открываем офферы, на которые мы льем трафик и смотрим. Кэпы по конверсиям позволяют ограничить количество трафика, который отправляется на данный конкретный оффер, после того, что был достигнут кэп по конверсиям. Например, у вас стоит лимит 10.25 в день. Также об этом можно получить сообщение с помощью имейла. Таким образом, как только вы достигли лимита по конверсиям, вы предстоите лить трафик на данный оффер автоматически, мне надо заходить по 10 раз в день, проверять, есть достигнут лимит или нет. Для того, чтобы не потерять все остальные клики по данной кампании, мы рассмотрим, как можно в одной кампании использовать несколько офферов и регулировать распределение трафика между ними. Дополнительно, кроме кэпа по конверсиям, вы также можете снять кэп по уникальным визитам. То есть вы не будете показывать один оффер одному пользователю чаще, чем один раз в день. Для этого мы ставим здесь единичку и вперед в день. В этом случае, когда у вас в стриме больше, чем один оффер, повторные клики будут редиректы на другой оффер, что может сильно увеличить вероятность конверсии. Для того, чтобы не потерять трафик при использовании конверсиям и лимита по уникальным юзерам, необходимо в настройках кампании использовать больше, чем один оффер. Например, заходим в кампанию, открываем созданную нами кампанию и просто добавляем другой оффер. Это может быть альтернативный оффер того же вулкана или, в принципе, любой другой альтернативный оффер. Таким образом, у нас есть основной оффер вулкана, на который мы отдаем большую часть нашего трафика. И есть альтернативные офферы, которые включатся в работу тогда, когда по основному офферу будет достигнуть кэп или по уникальным визитам, или же по конверсиям. Следующее. Стрим с несколькими офферами. Кроме того, что можно сделать стрим с нескольким оффером, как мы сделали сейчас, мы можем создать несколько стримов с одинаковыми или разными офферами. Для чего это нужно? Для использования фильтров. Основные фильтры вы можете использовать, например, по гео. На один стрим вы отправляете посетителей из основного гео, с которой вы вылете трафик. У нас есть несколько стран для этого оффера. На второй стрим вы отправляете весь основной трафик, который у вас не будет сконвертирован по данному офферу. Например, если в случае для нашего оффера вулкан мы конвертируем Россию, Украину и Казахстан. А клик мог бы прийти из другого региона. То мы создаем альтернативный стрим, для которого мы исключаем данные страны. Таким образом. И выберем здесь другой оффер. Таким образом, трафик из России, Украины и Казахстана попадет на тот оффер, где он сконвертируется и где вы получите выплаты в случае конверсии. Трафик со всех остальных гео, который у вас тоже может быть в рамках данной кампании, попадет на какой-то другой оффер или другой набор офферов, где он сконвертируется и таким образом не будет потерян. Какой еще фильтр можно использовать? Мы здесь переходим к способу оптимизации фильтра по бот и прокси трафику. Очень многие партнерки не принимают трафик, который прошел с прокси IP или от ботов. Есть достаточно неплохой способ отфильтровать этот трафик, используя фильтр в RedTrack. Так называемый прокси фильтр. С помощью фильтра вы можете убрать все клики, которые пришли с прокси, которые были интересны, как анонимные, это обычно пользователи, хостинг, это обычно боты и все остальные прокси. Таким образом, только настоящий юридический трафик, который пошел мимо прокси, попадет на ваши офферы. Но так как в этих кликах все же могут быть и настоящие пользователи, их не стоит терять, их можно отправлять на альтернативный стрим. Обращаю ваше внимание, что если у вас есть взаимоисключающие фильтры, например, трафик из России, но из анонимного прокси, его некуда распределить, он будет потерян, если у вас не настроен Default Fallback URL, который можно добавить вот здесь. Это та ссылка, на которую пойдут все эти клики, которые не могут быть распределены в рамках настроек правил фильтра вашей компании. Последнее, что вы еще можете сделать для улучшения качества вашего трафика, это создать настройку с Fraudscore. Fraudscore это неизвестная система оценки качества лидов, которые вы получаете. Для того, чтобы это сделать, вы заходите в профиль, интеграции, добавляете API-ключ в свой аккаунт во Fraudscore, и после этого активируете Fraudscore для используемого трафик сорса. Изменив этот переключатель в положение «включено». Как только вы активировали интеграцию в Fraudscore, то есть добавили свой API-ключ, и добавили и переключили данный переключатель в положение «включено», все конверсии будут пересылаться во Fraudscore, и вы сможете получить независимую оценку их качества. В общем-то, на этом основные способы оптимизации, которые вы можете прямо сейчас использовать в Stratrack для работы с мобильными офферами, мы перечислили. Повторим их еще раз. Это кэпы по конверсиям и по уникальным визитам, это возможность создавать стримы с несколькими конверсиями, это использование фильтра по прокси и ботам, это интеграция с Fraudscore. Продолжение следует...